Террористический акт 29 августа и его последствия по-прежнему приковывают к себе внимание. Итак, в нашем сегодняшнем выпуске. Эдуард Шеварднат обвиняет в совершении террористических актов бывшего шефа госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе. Введение грузинской национальной валюты. Спикер парламента Вахтанг Гугладзе подводит итоги работы высшего законодательного органа страны. Празднование тысячелетия объявления Кутаиси престольным городом. 1 октября в Грузии отмечался День Учителя. Террористический акт 29 августа это агония мафиозных и преступных кланов, заявил глава Грузии Эдуард Шеварднатзе на пресс-конференции для грузинских и иностранных журналистов. Удачный исход этой акции стал бы началом государственного переворота. Грузия была бы обречена стать необольшевистским государством, где просветает преступность, анархия и хаос. Шеварднатзе обвинил в организации и осуществлении четырех террористических актов против Гии Гулуа, Георгия Чантурия, Солико Хабеишвили и него самого, бывшего руководителя службы госбезопасности Игоря Георгадзе. Послан Шеварднатзе прокуратура уже выдала санкцию на арест Георгадзе, который в данный момент находится в России. Глава Грузии издал также указ о ликвидации корпуса спасателей, как государственной структуры, а также его региональных представительств. На пресс-конференции присутствовал также министр внутренних тех, что так верали, который отметил, что практически все обстоятельства террористического акта 29 августа раскрыты. Однако предстоит еще выяснить некоторые подробности. Министр отметил, что в Грузии и в дальнейшем будет вестись бескомпромиссная борьба с преступным миром. С 25 сентября в Грузии началось осуществление долгожданной денежной реформы, подготовка которой совместно с международными финансовыми организациями велась более полутора лет. Вводится в обращение полноценная национальная валюта Лари, которая со 2 октября должна стать единственным средством платежа. Обмен суррогата валюты купона на Лари поручен отделением Объединенного грузинского банка, в структуру которого входят филиалы бывшего Сбербанка. Сумма, подлежащая обмену, не ограничена. Обмен производится по следующему курсу. 1 миллион купонов равен 1 лари. Что касается иностранной валюты, в том числе российского рубля и американского доллара, их официальный курс, установленный национальным банком, таков. 1 лари равен 4000 российских рублей. 1 доллар США составляет 1,3 лари. В первые дни денежной реформы обмен иностранной валюты в банках не производился. Однако после обращения национального банка к коммерческим банкам, которым он обязуется выкупать у них имеющуюся наличность инвалюты, по официальному курсу 3 крупнейших акционерно-коммерческих банка, в своих филиалах стали принимать у населения иностранную валюту с 3% надбавкой к официальному курсу, допущенной национальным банком. Таким образом, реальная картина такова. За 1 лари взимают 4100-4120 российских рублей. За 1 доллар США дают 1,26 лари. Что же касается черного рынка, то менялы за 1 лари в основном просят 4500-4700 рублей, хотя и здесь не обходятся без приятных неожиданностей. Во время съемок мы наткнулись на ларек, где обмен производился почти по официальному курсу. Владелец ларька объяснял это патриотическими соображениями. Что же, патриотизм – прекрасное чувство. Может быть, оно поможет сделать нам нашу национальную валюту твердой и надежной. Хочется в это верить. Ну а пока до выборов в новый парламент еще больше месяца. И в различных регионах республики, в столице прежде всего, полным ходом идет предвыборная кампания. Мне безинтересно узнать, как оценивает проделанную работу нынешним высшим законодательным органом Грузии его спикер Вахтанг Гогуадзе. Наш парламент действительно выполнил свой долг перед народом, перед своими избирателями. В нашем парламенте 26 партий были представлены. Притом наш национальный темперамент и характер, такая индивидуальность. Кто меньше короля, так думает каждый депутат. Притом обуздывать эти страсти и направить в одну колею, это было очень трудно. Я убедился, что Грузии не умеют не только ненавидеть, но и любить. И в этом отношении мы проявили наш национальный характер в самом положительном смысле. И я рад тому, что принятым Конституцией вместо этого, как-то парламент внутренне объединился. Сперва надо объединиться духовно, а потом и территориально. На мой взгляд, с помощью, Божьей помощью, мы сможем этого сделать. 5 ноября в Грузии состоятся президентские и парламентские выборы. Будем надеяться, что 5 ноября мы сделаем правильный выбор. Ведь в власти должны прийти самые достойные и честные. Так что от нашего выбора во многом зависит наше будущее. Наша съемочная группа находится в древней столице Грузии, городе Кутаиси. Здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные тысячелетнему юбилею восстановления грузинской государственности и провозглашению Кутаиси стольным городом. Уж слишком соскучились кутаисцы по таким празднествам. Вот и собрались сотни людей на главной площади этого прекрасного и вечно молодого города. Этот праздник для нас имеет очень важное значение. Что ж, любви к жизни и природного оптимизма у нас, к счастью, еще хватает. Среди участников торжественной церемонии глава грузинского государства Эдуард Шварнадзе, католикос-патриарх всеогрузии, святейший и блаженнейший Илья II. Последние минуты ожидания. Вот уже тысячу лет возвышается над древним городом величественный храм Баграта, воскрешая в нашей памяти былые времена. Более двух столетий длилась борьба за объединение раздробленных грузинских княжеств в единое государство. В 1089 году в Кутаиси взошел на престол царь Давид IV. Свою неиссякаемую энергию он направил на укрепление и усиление Грузии, за что и прозвал его народ-строителем. Ну а памятник нашему великому предку воздвигнут в Грузии впервые. Превратности судьбы за последние два столетия изменили роль и значение Кутаиси в общественно-политической жизни страны. Тем не менее, он по-прежнему оставался одним из интеллектуальных центров Грузии. К юбилею своего тысячелетия Кутаиси удивительно помолодел и обновился. Праздник объединения Грузии проходил под эгидой ЮНЕСКО. Под охраной этой международной организации находятся и замечательные памятники архитектуры, то Федеральный собор Баграта, а также монастырский комплекс в Гелатии. Брузинский царь Давид Строитель задумал построить монастырь на самом прекрасном месте и во всем особенном. Так записано в старинном документе о возникновении монастыря Богоматери в Гелате, неподалеку от Кутаиси. Каждой осенью съезжаются сюда люди, чтобы отпраздновать Гелатоба. Чарующая красота этого монастыря, его уникальная мозаика и фрески влекут к себе сердца. Тот, кто увидит его, не может не полюбить Грузию.